Всем привет! Сегодня у нас достаточно необычное видео для моего канала, как минимум. Но начнём с небольшой предыстории. Я начала делать свой комик, и первым моим самым главным желанием было сделать свой собственный шрифт для него. Я хотела сделать шрифт, но я не очень сильно хотела над ним запариваться, и я абсолютно не знала, как его делать. Но была уверена, что нужны какие-то программы, потому что Google мне, по крайней мере, выдавал их. И я не хотела абсолютно ничего качать, просто хотелось что-то быстренько сделать, и всё. И вот я нашла один сайт, на котором можно сделать свой собственный шрифт, и сегодня я расскажу, как я его сделала. Расскажу о плюсах и минусах, и чтобы не задерживаться, вот сейчас на экране будет ссылочка. Я не знаю, будет ли она в описании, я не очень хочу туда её добавлять, чисто на всякий случай, мало ли. Как только вы попадаете на сайт, выбираем язык. У меня уже стоит русский, но вот сбоку, там где написано languages, можно выбрать русский. Или другой язык, который вам нужен. И выбираем символы, которые вам нужны в вашем шрифте. Лучше не набирайте лишних, бесполезных символов, которыми вы не будете пользоваться. Как только вы всё выбрали, скачиваем нашу рамочку. Любую либо PDF, либо PNG, это не важно. Я нажала на последнюю галочку, это значит, что у меня на фоне будут букв. Вот так эта рамка выглядит у меня. Затем мы переходим в абсолютно любую программу, которую вы рисуете. У меня это Clip Studio. И начинаем делать свой шрифт. Я не записывала специально весь процесс, потому что не думаю, что это очень уж интересно. Так что сразу перейдём дальше. Итак, как только вы закончили, сохраняйте это в формате PNG. И загружайте на сайт обе свои страницы. Или одна, если у вас получилось. Мой шрифт выглядит вот так. Я просто написала всё своим почерком, особо не парилась. Чисто, чтобы было всё читаемо. И по факту вы всё сделали. И пока идёт запись о том, как я исправляю вещь-вышь лифт, расскажу, что сайт платный. И, конечно, если вы заплатили, вы можете сделать полностью все символы, сколько хотите. Идём в четвёртую колонку. И видим три полосочки. Первая отвечает за расположение букв, там скажем, насколько близко они будут друг к другу. Вторая за размер. Третья за дистанцией между самими словами. Это вы застраиваете так, как удобно вам. Ну, и в целом всё. Вы можете его сделать, сохранить, скачать и использовать. Ну, а пока я вам немножечко расскажу о геносекс. Как я уже говорила, сайт платный. И он позволяет сохранить только определённое количество символов. Вот у меня видно, что он сохранил не все буквы. И я абсолютно не понимала, что это такое. И я нашла выход из ситуации. Я написала себе только заглавные буквы. И использую шрифт, когда мне нужно. Только с заглавными буквами. И тогда вам всё хватит. Но если вы так не хотите, вы можете либо сделать два шрифта. Но учтите, что сайт их заменяет. Так что лучше не удалять никуда свои файлы. Либо же просто заплатить и сделать полноценно большой шрифт. Но я всё-таки искала лёгкий, быстрый, так сказать, бесплатный способ. Это было действительно очень быстро. Это заняло, может, час максимум. И единственное, почему я его так и не стала использовать в своём комиксе. Потому что три пробели между словами, очень большая дистанция. Я абсолютно не знаю, как это пофиксить. Я что только не делала. Я была уверена, что это что-то из настроек я сделала не так. Но, как оказалось, нет. Чтобы я не тыкала, пробел всё равно был большим. Поэтому я решила остановиться на стандартном шрифте для комиксов и манги, которые везде используют. А этот шрифт использовался в каких-то других своих проектах. На этом, в общем-то, всё. Это действительно было очень легко. Я думаю, вы можете запариться и сделать шрифт намного лучше моего. Потому что я особо сильно не старалась. Всем спасибо за просмотр. Ставьте там лайк. Если вам интересны ещё какие-то такие туториалы, то обязательно напишите об этом. Ну, я с вами прощаюсь. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok